Время налаживает бизнес. Координационный совет по малому-среднему предпринимательству при администрации района на очередном заседании рассмотрел блок тем, направленный на поддержку местных производителей товаров и услуг. В частности, говорили о возможностях использования субсидий из бюджет области на покрытие весомых затрат в социально значимых отраслях. Только в этом году на поддержку бизнеса, на оказание содействия в оплате и погашение расходной части на закупку оборудования для поддержки сельхозпроизводителей выделяется больше 550 миллионов. Есть определенная процедура, которая исключает целиком и полностью человеческий фактор. Это работают созданные уже программы, работает Центр содействия бизнесу, работает структура оказания помощи строительству бизнесу. Это все включает в себя комплекс мер по поддержке малого-среднего бизнеса, а также оказание содействия для расширения крупного бизнеса. Выделение субсидий поставлено на поток. Заявки предприниматель направляет самостоятельно в электронном виде, что исключает человеческий фактор в принятии решений. Обсудили тему трудоустройства осужденных к исправительным работам. Пришло время ломать стереотипы и обратить внимание на людей, получивших наказание, не связанное с лишением свободы. Значительная часть осужденных не может выполнить решение суда, устроиться на работу в течение месяца. И это несмотря на существующий дефицит специалистов рабочих специальностей. В настоящее время сложилась ситуация, что есть решение суда о предложении людям исправиться таким образом, а человек не может трудоустроиться. Просьба такая больше, чтобы помогли нам в этом вопросе трудоустроить наших осужденных и не боялись помочь им стоять на против справления. Так возникло очередное поручение администрации начать информировать руководителей о новых кадрах. Мы о них не знаем. К нам они не идут, они тоже не знают. Они идут в большие предприятия, которые есть. В самом деле мы заинтересованы специалистами, которые... Волнуют предпринимателей вопрос о получении лицензии на тот или иной вид деятельности. После преобразования Щелковского района в городской округ эту тему было решено обсудить с представителями Росреестра. Сроки подачи документов на получение лицензии, они ограничены и фиксированы. А получение новых документов и с изменением адреса, они требуют определенного количества времени. Мы будем собирать рабочую группу и обсуждать, как раз каким образом мы совместно с лицензирующими органами можем помочь нашим предпринимателям с меньшими потерями пройти этот период. И временными, и финансовыми. Как отметил и Всеволод Аспават, главенствующая роль в выработке повестки дня отводится не администрации, а Координационному совету, Торгово-промышленной палате и Союзу промышленников и предпринимателей. Многие с этим согласились и предложили на следующем заседании обсудить тему размещения нестационарных торговых объектов. Нынешний совет по поддержке малого и среднего предпринимательства, созданный при администрации Щелковского района, прошел в оживленной обстановке. В дискуссиях главная идея сегодняшней встречи – бороться за каждый инвестиционный проект, за каждое рабочее место, которое привлечет в район новые инвестиции. Михаил Налютов, Валерий Жеглий, телерадиокомпания «Щелково».